Хадж был установлен в качестве обязательного поклонения в девятом году. Всевышний Аллах в этот год, в девятый год Хиджра, отправил Абу-Бакра в качестве управляющего над хаджем. И он объявил среди людей, что не будет теперь отныне совершать обход вокруг Кабы обнажённые люди. И что теперь не сможет совершить паломничество в Мекку Мушрике. Сам же пророк Алейсарату Ассарам отправился для совершения хаджа в десятом году Хиджра. Вот этот год, девятый год Хиджра, его называют годом делегации. Потому что очень много делегаций прибывали к пророку Алейсарату Ассарам отовсюду и присягали ему. Пророк Алейсарату Ассарам совершил хадж один раз. Этот хадж называется прощальным хаджем. Что это означает? Пророк Алейсарату Ассарам в этом хадже говорил людям, берите от меня обряды хаджа, учитесь им от меня. Потому что возможно я уже не буду совершать хадж после этого года. То есть он словно бы прощался с людьми в этом хадже. Что касается умры, то пророк Алейсарату Ассарам совершил ее четыре раза. Ну а вот, ладно, ладно.